Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Мартышенко, мне 50 лет. Сейчас я нахожусь не в лучшей форме. Я вешу 100 килограмм, и как у большинства моих сверстников, у меня есть приличный животик. Из-за долгой работы за компьютером у меня стала болеть спина, я ложусь за полночь и просыпаюсь не раньше 9 утра. При этом часто не высыпаюсь. Концентрация внимания стала теряться, и на выполнение стандартных операций я стал тратить больше времени. Я решил измениться. На ваших глазах в течение 45 дней я буду работать над собой и своим образом жизни. Я буду посещать фитнес-центр в совхозе имени Ленина «Люби фитнес» и тренироваться под руководством египетского тренера Акмала Кадри. 12 февраля прошла моя первая тренировка. Работа началась. Путь. Я третий день занимаюсь, у меня болят мышцы, и я хотел тебя спросить, как мне правильно питаться теперь. Смотрите, вопрос пытаться. Во-первых, возраст играет большую роль, потому что у каждого человека есть свой индивидуальный подход. Зависит от воспаления организма, кишечный тракт, как работает, есть ли некие заболевания кишечного тракта или желудок, ферменты работают или нет, вырабатывают или нет. Поэтому у нас самое главное, чтобы 100% сыровик здоров, когда я буду говорить, какое питание подходу. Мне 50 лет сейчас. А нет никакие бруты показания. Показания и противопоказания нет. Но врачи не запрещают никакие определенные... Они говорят, что у меня немножко было больше, чем нужно холестерина, соответственно, майонезы, какие-то копчености и так далее, которые мне очень нравятся. А второй вариант, и самое главное, чтобы мы не сделаем анализ и посмотрим, как стается наша гормональная система. Это эндокринная система, потому что все, что мы принимаем в пище, влияет на эндокринную систему. Эндокринная система – это внутрисистема физиологическая, которая стоит в нашем организме. Естественно, зависит от гормона, наши организмы восстанавливаются. Самое главное, чтобы мы подбираем количество белок, и уголь воды, и жир. Естественно, в балансированном питании нам нужно рассчитывать витамины и минералы, которые есть у тебя в организме, либо хватит, или не хватит. Значит, дефицит. Например, витамин D играет очень важную роль. Это солнце? Да. И тоже мясо, рыба, яйцо. Факт или сваивать, или нет? Чтобы лучше сваивать, нам нужен витамин минераля, не витамин. Он называют бор. А витамин другой называют К2. Он находится в жир животных. Естественно, заповещением холестерина в вашем организме нельзя принимать жирные пищи. Поэтому нам нужно принимать похожий витамин К2, то, что он минерал называет бор. И тому подобное. Поэтому мы будем оставлять программы питания. Именно зависит от балансированного количества витамины, минералов, и блоков, углеводов, и жир. Это, естественно, находятся фрукты, и овощи, и мясо, и рис, например, или картошки. Я что-то должен буду почувствовать, какое-то изменение? Конечно, конечно, буду почувствовать изменение. Да. Вот. Поэтому это, конечно, не это очень долгое обсуждение, но это приблизительно коротко я вам объясняю, как это считается правильной пищей для вашего организма. Ну, мы как раз потом посмотрим, когда мы подберем питание для меня. Спасибо, Вакмон. Хорошо, пожалуйста. Спасибо.